Приветствую вас на нашем очередном дистанционном занятии, сегодня 6 апреля. Для тех, кто будет смотреть в записи, кстати говоря, рекомендую на второй скорости, обычно хватает, чтобы понять слова. Сегодня мы повторим немного основные отличия типов ядерных реакторов, рассмотрим особенности урана и его добычи, замкнутый топливный цикл и реактор на быстрых нейтронах и причины, которые препятствуют, по сути говоря, введению этого реактора в массовое производство, в промышленное. Напомню, что основой практически всех вводимых проядерных реакторов являются вводидом водяные, а что касается эксплуатируемых на данный момент, то их подавляющее большинство. За счет того, что технология хорошо отработана, реакторы обладают высокоэнергетической эффективностью и достаточной безопасностью, в первую очередь за счет наличия гермозоны или гермооболочки, в которой находится активная зона реактора. Но напомню также, что данное занятие не является самостоятельным. В дополнение обязательно смотрите видео, которые были в том числе прошлого года, то есть я это дополняю, чтобы не повторять одно и то же, это и особо смысла нет, раз в записи есть. И во-вторых, не так уж будет и весело. Но если коротко, то объем материала по предмету большой, предмет интересный, поэтому за счет электронных средств можно расширить вариант подачи материала. У кого технически все идет, ставьте плюсики в чат. Сегодня по техническим вопросам также у нас будет опрос в произвольное время начала занятия, чтобы особо хитрые не смогли просто по ссылке сделать. Ну а теперь по поводу, какие видео обязательно к просмотру я добавлю. Естественно, сейчас ссылка прямо в описании. Перейду. Переведу окна. Обязательно вот это. Тут подробно рассмотрены все вопросы, которые были стандартные и которые есть в презентациях. То же самое. Также нашел, это немножко шло с практики, но все равно может подойти. Это такая теоретическая была. Но тоже почему нет, как дополнительно идет. Дальше. Это у нас техногенные проблемы атомных электростанций, топливного цикла и термоядерный синтез сначала пойдет. Термоядерный синтез потом, наверное, повторю. То есть тема будет новая. Сегодня попробуем уместить по завершениях атомной энергетики. И пока не забыл. Сейчас добавлю. Кстати, да, тут уже дискорд не надо ставить, потому что практики у нас вживую. То есть вот эти вот, которые дополнительные, просьба обязательно смотреть. Иначе будет, короче говоря, неудобно очень. Часть материала будет не понимать. Все, название. Не название, а описание к видео добавил в ссылки. Ну, теперь возвращаемся уже к вам. Всем, кто с нами, всем доброе утро. Перечислять сегодня не буду для экономии времени. Ну, а теперь по поводу типов реакторов. В одной из которых видео дополнительное вы уже смотрели. Это первое, где ВВР, где картинка была. Водоводяные реакторы. Там все есть подробно. И надеюсь, вы смотрели. И теперь, чего можете сказать про водоводяные реакторы. Допустим, что там используется в качестве теплоносителя и замедлителя. Можете в чате ответить. Допустим, что там используется в качестве теплоносителя. Напоминаю, кто опять же смотрит в записи. Те ссылки на прошлые, которые я давал. Там больше будет именно подачи материала. Там меньше интерактива. То есть на прослушивание обязательно. Иначе текущее будете воспринимать, как отчетить много общения с аудиторией. Мало рассказов, что это уже было. Да, правильно, там вода. И это одна из многих причин, почему они популярны. И являются, по сути говоря, основными типами реакторов, которые вводят сейчас в эксплуатацию. Если вводят. Ну а теперь по поводу схемы, коротенько. Сейчас в интернете какую-нибудь схему найдем. Вот у нас. Обязательно такая схема. Так, сможем чуть побольше. Отлично. Та-дам. Канальный реактор. Что у нас здесь? Ух ты ж. Это вообще... На... На итальянском. Круто. На итальянском это замечательно. Но как-то слишком. Легенду-то, наверное, лучше на русском найти. Ай. И лучше на английском. Да где у нас на русском-то схема есть? Ну... Хотя бы. Непосредственно канальный. То есть у нас основная активная зона. И через нее проходит вода. Как теплоноситель. На постоянной основе. Короче говоря, вот у нас схема. Идет здесь активная зона. Все типы реакторов. Вне зависимости. У вас теплоноситель нагревается. Бывает она контурная. Бывает двухконтурная. Вот допустим. Что это? Барабан сепаратора. То же самое. Седьмой это у нас сухой пар. То есть. Либо вода. Либо перегретый пар. Происходит. Потом идет на турбину. Они через генератор. Естественно, выдают потом энергию. То есть вот генератор десятый. То есть. Нагревается за счет ядерных реакций. Теплоноситель. Вот собственно и все. Потом дальше теплоноситель энергию переводит уже через турбину газовую. Происходит генерация энергии. За счет этого на самом деле КБД атомных электростанций не так уж и велико. То есть происходит по сути обычный нагрев теплоносителя. Завершающая вот эта вот часть, где идет обмен теплоносителя с... Не обмен теплоносителя, а когда теплоноситель отдает свою энергию накопленную через турбину вращая лопасти. Эта часть вообще универсальна фактически для всех типов электростанций. А здесь на схеме у нас первый это графитовый замедлитель. Используется у нас в качестве замедлителя на канальных реакторах. Второй это стержни управляющие защитные. Но это в любых реакторах активная зона. То есть в случае если коэффициент размножения увеличивается, вводится чуть ниже и у вас происходит замедление реакции. Что касается остановки, то напоминаю у атомных электростанций очень низкая мобильность. То есть снижение энерговыделения, как и резкая остановка, фактически невозможно. Это один из их основных недостатков. И в том числе технологических проблем или факторов, которые ведут к высокой опасности в случае каких-то техногенных катастроф. Четвертый здесь это пар. Пятый вода. То есть используется теплоноситель для вода. Потом нагревается и в итоге у нас получается перегретый пар. Они проходят вода как раз через активную зону. Дальше идет барабан-сепаратор. Это фактически у вас отделение воды от перегретого пара. То есть чтобы в дальнейшем охлажденная уже вода снова могла пойти через реактор. А перегретый пар пошел на турбины, чтобы отдать свою энергию на вращение лопастей. Дальше используется естественно комплекс турбин. Это турбина высокое давление, а потом турбины низкого давления. Ну естественно они по порядку идут. Это сделано для того, чтобы у вас отдавалась энергия вся, которая приходит изначально. То есть для повышения эффективности забора энергии от теплоносителя. Дальше охладитель. Так, охладитель 12-й. Их могут использовать как естественный водоем, так и градирный. Сейчас покажу. Используется не только в атомных электростанциях, но выглядит достаточно внушительно. Это такая здоровенная труба, из которой постоянно идет такой-таки пар дым. Ну воспринимается как дым. На самом деле, конечно, как это пар водяной просто вставает. Ну смотрится порой достаточно так. Немножко мрачененько. А что касается схемы. То инженерно, ну если взять чисто принцип, то там ничего прям страшного нет. Вода изначально заливается. То есть допустим после того, как цикл отработал, у теплоносителя уже температура недостаточная, чтобы вращать лопасти турбины. Но еще слишком высокая, чтобы ее можно было использовать либо снова, либо сбросить в водоем. Ну естественно, в водоем вы сможете сбросить и так. Но у него будет достаточно высокая температура. А это не очень хорошо. Там по экологии все хуже станет. И по-моему всякие рыбы и животные в теплой воде не очень живут в кавычках. Ну совсем не живут. И тут все просто. Вода заливается. Вода остывает. Горячий пар при этом у нас испаряется. Вот этот вот пар, который сградирен. А холодная у нас конденсируется. И в общем-то потом отводится как холодная вода, охлажденная обратно. То есть вот горячая заходит. Порсунки ее распыляют. Она еще быстрее охлаждается. Пар уходит. Холодная вода возвращается обратно в контур. Ну то есть все достаточно примитивненько. Разные типы бывают. Кому интересно можете посмотреть. То есть основная идея простая. Техническая реализация может быть достаточно интересной. Инженерная. Схема, кстати, и ту же самую использую. Только здесь качество получше. И тринадцатый у нас вспомогательный водяной контур. Сейчас мы его найдем. Найдем. Вот он. Это типа второй контур. То есть у нас все идет по одному контуру. Здесь это, конечно, большой минус. То есть единственный контур. То есть сразу у нас вода. Фактически проходит через активную зону. Потом через турбину. То есть все вот в таком, так сказать, варианте. И сейчас я только что видел. Здесь преимущество недостатки. Канального реактора. Вот у нас принцип работы. Загружается это все не то. Это у нас, по-моему, рекламка откуда-то. Работают реакторы чернобыльского типа. То есть на Чернобыльской был как раз канальный реактор. И вообще в мире они не продолжают эксплуатироваться. Там, короче, вопрос какой с безопасностью идет. Когда вводятся какие-то новые акты или идеи о безопасности, которые надо выполнять, то они применяются для новых, строительства новых электростанций, которые уже строятся там, как правило, не меняются. Или меняются только в том случае, если можно доработать. А если уже электростанция эксплуатирует или просто ядерный реактор, то на него действует значительно меньшее количество нововведений. Это связано с тем, что первоначальные затраты на введения очень-очень большие. И поэтому никто, в общем, не будет в итоге у нас заново переделать. Ну а теперь, что касается недостатков. Здесь хороший слайд. Почему бы им не воспользоваться? Реакторы становятся практически неуправляемыми на сверхнизкой мощности. Нужно сразу глушить, но результат был... Это скорее у них идет описание проблем, что чернобыльская катастрофа. А что касается неуправляемых и так далее, там основной, как мощный рывок в теме безопасности, это были активная зона, когда у вас в гермооболочке. То есть отделена от окружающего мира. Но, как показал опыт трагедии уже на Фукусиме, в общем, далеко это не все ограничивает все проблемы, короче говоря. Но хоть не распадается, то есть не разлетается во все поля. Дальше. Большое количество трубопроводов и различных вспомогательных подсистем. Наличие большого количества восквалифицированного персонала. То есть здесь, как видите, у вас много проходит разных трубок, каналов. Есть высокое давление, низкое, везде, где идет высокое давление. Тут же опасность, вероятность выхода из строя элементов высока. И тут нужно разделять еще какое. Вопросы с безопасности. То есть берется радиационное, ну то есть когда у вас опасность именно кота заражения и так далее. Там разделяются по классам. Там есть международная классификация ядерных инцидентов. То есть от слабых это когда происходит заражение, допустим, не выходя из активной зоны, какие-то проблемы дальше, не выходя за территорию объекта ядерная, ну и потом уже еще больше. То есть с заражением прилижающих участков. Дальше. Необходимость проведения поканального регулирования расходов, что может повлечь за собой аварии, связанных с прекращением расхода теплоносителя через канал. То есть у вас тут много канальной, как раз по этим каналам идет теплоноситель. То есть больше локальных объектов, которые стоит контролировать. И дальше недорассказал. Если говорить по авариям и просто по обслуживанию, то есть без всяких аварий, то есть много вспомогательного оборудования, допустим, генераторы, трансформаторы и так далее. Если новости следили, смотрели, то вводили недавно, по-моему, введенное, это электростанция атомная в Беларуси. Там водо-водяной реактор. У них после введения в эксплуатацию, подключения к энергосети, достаточно быстро прошла авария отключения. Там как раз было по вспомогательным устройствам. То есть с одной стороны, никакой, грубо говоря, опасности не представляет вообще. Но проблема сразу начинается в том, что, во-первых, это дорого чинить, во-вторых, долго, то есть теряется время. И, в-третьих, если у нас каким-то образом то, что надо чинить или настраивать, находится рядом или в активной зоне, то очень сильно усложняется, в принципе, сам процесс ремонта за счет того, что там повышенный радиоактивный фон. И вот тут, в общем, идут тут же проблемы. То есть обслуживание дорого, долго и сопряжено с техническими трудностями. А на старых реакторов, которые работают, в том числе есть мощный вопрос, это когда у вас изменяются характеристики, допустим, активной зоны, и может топливо, ну, обратно, застрять в активной зоне, некоторые твелы. И это приведет к тому, что эта часть активной зоны, как выходит из оборота, то есть перестает там выделяться энергия. А во-вторых, может привести к перераспределению энерговыделения вообще внутри активной зоны и всего реактора в целом. И были, тут не буду врать, может смотрели прошлых таких, которые видео дал, ссылки, может, нет. На многих электростанциях как раз проблема в энергоблоках была такая, что активная зона в этом плане повреждена. Проводили сложные этапы по модернизации. Можете, кстати, посмотреть по теме докладов. Это воздействие ионизирующего излучения на металлы, и не только металлы. Короче говоря, на технические объекты, то есть идет расширение металла, естественно, неравномерное может происходить, радиационная его деградация, снижение прочности. И то есть все это веселье приводит к тому, что у нас время жизни реактора может резко упасть, и его придется останавливать. Что, опять же, за счет того, что вводить все очень дорого, это крайне плохое развитие событий. И одно из направлений повышения эффективности атомной энергетики, которое, кстати говоря, столкнулось с очередным, как модно говорить, вызовами, это снижение цен на углеводородные носители энергии. Ну, то есть, короче, цена нефти, газа низкая, то есть провалы, как начались с 2008 года, так, в общем, все и продолжается. Сейчас чуть-чуть 60 долларов за бочку, но суть от этого не меняется, то есть эпоха высоких цен на нефть как-то ушла. Также идут снижения потребления через введение электромобилей. Зеленую энергетику очень спорно, там много дотационного, как, кстати, электромобили. Но вот эта реальность не меняется, дотационно или нет, но потребление в итоге падает. Ну, короче говоря, такое себе, и один из элементов повышения энергоэффективности, это, во-первых, повышение компании топлива. Четкую компанию топлива, то есть вы загружаете топлива, вот эти твеллы, а, вот эти твеллы, я же их не показываю. Эй, через Э. Ну, ладно, все равно заменил. Так-так-так, у нас где-то росатом был. Нужно. провести рекламку спонсор сегодняшних лекций. Если бы, конечно. Вот такая вот штука она выглядит. А сборка... Это что, прям в открытом? Стержень здесь, пружины идут, забиваются не полностью, за счет того, что время прохождения реакции у вас будет происходить расширение. А вот в эти вот трубки металлические загружаются таблетки. Там, по-моему, гексов-3 турана, если ничего не наврал. Ну, в общем, содержащий уран элемент туда забиваются, в эту трубочку, вот как столбиком. И сами они, естественно, под пружины собираются вот в такую вот сборку. Страница 81. А, это события, новости. А разные типы. Там, грубо говоря, тип реактора. Вот он. Сборка идет. Какой доволен у нас рабочий стоит. Я обращаю внимание, что у него средства защиты весьма-весьма скромные. Ну, то есть, ничего прям серьезного не видно. Что касается степеней защиты, то, как мы уже с вами посчитали, активность урана не такая, во-первых, высокая. Там используется в атомных электростанциях. Один из методов повышения эффективности был. Это увеличение степени обогащения. То есть, стартовали что-то, по-моему, с двух процентов когда-то. А, естественно, 235-ый. То есть, это все и канальные, и водоводяное. Они работают на тепловых нейтронах. Вот они трубки загружают с топливом, а потом сборка. Так, а что это он делает здесь? Это, скорее всего, вообще не про то. Зачем там солнечная панель? Они зависят от типа по... Вот он, пружинку видно. Вскрыто. Они подпружинят эти таблетки потом. Зависят от типа реактора и, грубо говоря, обычно кто... То есть, компания-производитель реактора, они, как обычно, продают все запчасти. И топливо тоже. Ну, то есть, это стандартный вариант. Может, даже читали, что в ряде случаев при продаже автомобилей, всяких техники, тракторов. В принтерах это вообще очень четко видно. Стоимость самого изделия, конечно, не ниже себе стоимости. Ну, там поговорили, что некоторые в ряде случаев была ниже. Но я, честно, в это слабо верю. Ну, ладно, пусть так. Но на обслуживании, то есть, так как вы покупаете эту систему, вынуждены покупать расходный материал именно этой системы. короче, будьте клиентом многие десятилетия. с принтерами эти совместимые картриджи, все это дело исправили. Но суть от этого не меняется. И проблема была это с электростанциями на территории Украины. Там, естественно, советский тип. Кстати, страна, там много достаточно атомных электростанций. У них нефть, газ плохо. Поэтому, за счет развития высокого промышленности, это когда с советской республикой была до 90-го. Там промышленный регион был. И энергии сейчас не хватало. Туда там возводились атомные электростанции достаточно много. Сейчас, чтобы показать. Давайте. Google нам поможет. Причем, это крупные электростанции. Запорожская аж шесть энергоблоков. Южно-украинская 3, Хмельницкая 2, Ровенская 4. Стандарт идет сейчас это по 4 энергоблока. Это для ввода в 1х. С чем связано? А, не ту, не ту, не то. Вот так лучше. Карта что-то там пронейтрализует. Какой-то плохой был слайд. Давайте хороший какой-нибудь слайд. нет, нет, назад. Тоже не сюда. Где-то с выработкой вот был. Ой, как мелко. Мелко, как ничего не видно. м-да. Захочешь найти? Все какая-то ерунда пойдет с плохими. Это может пополучше. Вот, вот, уже вот это хороший. Так, откроем это. Причем на сайте этого про их атома. Как открыть, открыть сюда. Опять не то. Да, чуть-чуть тяжело. Так, я же нажал на схему. Почему куда-то меня отправляет? Захочешь, не найдешь. Вот уже нарисовано. Ладно, возвращаемся тогда. Вот у них три энергоблока, четыре здесь разного типа, скорее всего. А, нет, то же самое водоводяное, это старое 440, это мощность идет. И тысячное, это уже относительно современное, то есть, как вы видите, у них современное. В Запорожской H6, ВВР 1000, это много. Ну, то есть, хороший современный реактор, вот эти два более старых, скорее всего, Ривненской первые были. Ну, то есть, для, это хороший потенциал именно по энергетике. И там было вот это вот, ухудшение отношений, эти ТВЛы закупили у американского производителя, то есть, мы уже смотрели, что атомная энергетика развита еще в США хорошо, и во Франции. И закупили у них топливо, естественно, не те реакторы, не те ТВЛы, и, короче, в одной из первых загрузок их пришлось заранее убрать, потому что начали поуменяться геометрии, что-то там что-то не разваляться. В общем, совсем коротко, то вы просто берете и заправляетесь тем, что предлагает производитель. выводы все. Так. Откуда это мы уже пошли? А, это по ТВЛу. Ну, если что касается методов защиты, то есть, один из вариантов это повышение обогащения степени, повышена была уже до 3-5, то есть, в районе 5% обогащения 235, но при этом мы уже рассчитывали активность урана невысокая, дальше это источник альфа излучения, то есть, проникающая способность низко и сам корпус ТВЛа здесь, да и не только корпус воздуха даже, то есть, в итоге работа, скажем, с ТВЛами не настолько радиоактивно опасна, как может показаться. А другое дело, что отработаны, так это вот не то, отработанные стержни, вот они остаются в активной зоне реактора на несколько лет, то есть, они настолько фонят, что их даже транспортировать нельзя. Первое время такая вот ситуация, там за счет того, что идет наработка изотопов, у которых активность намного выше, чем у урана, и, в общем, вот так вот. ТВЛы под тип реакторов от производителей и все. То есть, все, что связано с атомной энергетикой, еще хороший вариант, это большой толчок промышленному производству высокотехнологичному и специалистам тоже. То есть, а бы кого в работу не возьмешь. Это вот, видимо, ТВЛы собирают. ТВЛы вот у них установка. Какое-то у них. А, отчет 2014 года. Нет, ладно. У них даже есть группа ВКонтакте. А при чем есть сериал? Эм, какой-то странный сериал. Отраслевой чемпионат у них. Атом скиллс 2021. Неплохо. Так, чего там дальше? Это их сайт компании. Нужно посмотреть будет. 75 реакторов в 15 странах мира. Одна шестая топлива. В каждой шестом реактор мира. проект прорыв. Присутствие на мировом рынке. Интересно, поглядим. 100% у нас это понятно. Украина, ну вот он как раз 57, а было естественно 100, они сократили сильно. Написали-то, конечно, на 15 стран мира, это замечательно, но по входу в Индии 30% это хорошо, в Китае 8, ерунда. Китай, кстати, активно строит как электростанции зеленой энергетики, так и атомные. В Финляндии 38, это хорошо, там в Финляндии по-моему советского типа до реактора, они как загружали, так загружают. Венгрия 4, Словакия, Болгария, Чехия. Что-то от АС Венгрии у них работает, что ли, еще? Да, еще работает Венгрия, молодцы, не закрыли. Да, Википедия как вариант не подходит. Да, не закрыли ни один реактор, молодцы, это значит с какой-то другой страной, которая при вступлении в ЕС закрыла. Да, в Венгрии есть, а в Словакии? Там наверное два энергоблока и все. Да, правильно, два только работает. 58 год, старая жутка. Что у них по энергоблокам? Так, один закрыт. Кстати, вот вариант, смотрите, в 72 запустили, в 79 закрыли пять лет, один из элементов эффективности, это у нас что? Это увеличение эксплуатации в принципе энергоблока сейчас как цель это 50-60 лет, минимум 40. Но и раньше 5 лет это вообще не вариант, мягко говоря, то есть что-то с ней произошло, значит, А1. Да, произошла авария. авария. смотрите, тот же вариант, при установке топливных сборок, просто технологическая, простая, очистили, не очистили от защитной оболочки, и там произошел локальный перегрев, разрешение, то есть заражение это-то ладно, просто потом эта часть активной зоны уже не могла эксплуатироваться, и в итоге экономически этот энергоблок вообще закрыли. Вот такая вот штука. Она у него, видите, тип реакторов еще и так тяжеловодородный, но этот тип уже все не используется совсем. Ну и мощность, но, конечно, 121 не так мало. Брут-то это скорее идет тепловая. Следующие-то у них два, вот эти проработали сколько, 25 лет, да, 25 лет для тех реакторов вполне себе хорошо. А третий-четвертый сколько они, 8, да, и вот они то же самое на 5 лет позже. Кстати говоря, вот эти вот третий-четвертый получились дольше сохраняют жизнеспособность. И вторую хотят на этом. То есть частая практика, когда на атомных электростанциях, когда уже энергоблоки свои отработали, там просто вторую ставят, потому что и сейсмоактивность должна быть низкая, в общем. Вот она шкала международная по уровням, но тут википедия пойдет как справочник, но не более. С событием отклонений 0, то есть никакой нет. Они многочисленные, их много, ничего страшного. Аномальная ситуация за пределы допустимого при эксплуатации. То есть событием многочисленных, ничего страшного нет. А дальше уже хуже. Работник повышает, получает больше одной дозы облучения, радиоактивность, серьезные отказы, но так как видите тоже ничего штукового нет. Дальше малый выброс облучения, население уже пошло. Следующим идет с локальными последствиями. и могут быть смертельные случаи, как видите уже не только. То есть вспоминается обычно это только Чернобыль и Фукусима, а на самом деле нет. И в том числе это могут быть не только электростанции, но и разнообразные объекты атомной энергетики и просто обогащение ядерного топлива или чего-нибудь в этом духе. аварии с локальными последствиями. Можно будет посмотреть серьезная авария и крупная авария их всего уже две было. Спасибо. Аварию на производственном введении Маяк 57-го года. Мало кто помнит там естественно электростанция но по-моему там что-то это область заражения то ли заказником то ли чего еще сделали то есть чтобы не ничего в итоге все в порядке в кавычках ну как в порядке ну а что потом делать с этой территорией поэтому альтернатив особых и не было. Я сейчас ссылки под под добавлю какие мы посмотрели чтобы потом я забуду иначе но когда будем смотреть этого расы не хватит нам. и повышение степени обогащения топлива оно позволило продлить так называемую компанию топлива когда вы загружаете вырабатывается выгорает топливо то есть этот в активную зону не весь столбик помещается а частично постепенно вот эти стержни опускают опускают чтобы выгорало равномерно топливо и потом идет замена по определенной схеме потом уже после отработки убирают в активную зону где-то этот отстойник чтобы топливо не топливо а уже отходы несколько подостыли в прямом и переносном смысле только потом их транспортировать на ближайшее хранилище с атомной электростанции потом только уже как захоронение или куда-нибудь тащить то есть сложный процесс в этом плане так кстати говоря можно было это временно я уже все сделал и что касается канального реактора тут как бы записали немало недостатков то есть еще ему что высокая нагрузка на персонал ну узлов банально больше дальше активированных конструкционных материалов из-за больших размеров металлоемкости в общем видите звучит как непонятно и сложно короче в чем суть суть в том что банально канальный реактор там они еще живут реактор большой канальный они большие то есть у них банально размеры большущие там почему еще нету возможности сделать гермооболочку потому что должен быть объем активной зоны небольшой а тут все большое и естественно смысл какой когда вы в том же водоводяном разделяете так где там вот где вот с одной стороны все нравится но все не нравится а вот картиночка классная жаль маленькая ладно где они взяли картиночку где-то же вы ее взяли ладно не нашел ничего лучше вот у нас схема что где появляется вот у нас реактор сам непосредственно тут же парогенераторы регулирующие стержни система гидроемкости первого и вот главное внешне внутренняя защитная оболочка то есть вот она гермооболочка ловушка расплава там это что такое ставится под активной зоной под реактором грубо говоря такой бетонный резервуар но он не бетонный полностью защищен то есть случай каких-то аварий протечек топлива ну хоп у вас и собралось там топливо чтобы не пошло в грунтовую воду то есть это одно из новых относительно методов защиты схем насколько помню на фукусиме с этим было хуже то есть не было вот этой ловушки из расплава и почему у них сейчас одна из основных проблем это нужно с короче опасность перехода загрязнения в грунтовую воду так Никита да кстати Никита правильно говорит вчера новость не видел но если что тоже посмотрю несколько стран и если он пишет потребовали чтобы атомную энергетику считали зеленой короче в чем там прикол они вводят определенные там постановления что где сделать долю зеленой энергетики там сколько-то процентов от итоговой выработки если ты выполняешь там дают какие-то дотации на это все развитие если не выполняешь могут там и штрафов какие и что они делают это странно которое мы уже скорее всего нашли там Чехия Болгария Болгария въезд нет у них там 1-2 атомных электростанций но общая доля в производстве энергии у них там процентов 40 может быть запросто и поэтому им выгодно засчитать их как зеленую энергетику ну и вообще всем насколько я тоже читал вся атомная энергетика и по МАГАТ мы глядим что из разряда а давайте считать это зеленой энергетикой ну то есть углеводородное сырье мы не сжигаем все хорошо ну то есть такая вот идея но это больше из разряда как говорится кем не назовите ситуация от этого не изменится главный плюс водоводяных что вот у вас локально очень маленький объем активной зоны то есть все где радиоактивное заражение вот у вас можно можно использовать вторичный контур тепловой то есть вот здесь обменялись здесь да все сложно чинить то есть все те же самые проблемы но все остальное как вы видите где циркуляционный насос охлаждающий пар все это пожалуйста как говорится никаких особенностей нету то есть у вас никаких отличий не будет ну как будет конечно но не настолько не будет проблем во всяком случае с ремонтом обслуживания а вот что тут у нас обычную воду теплоноситель вода примеры топливная сборка защита труб нет не то у них по сути говоря то же самое двухконтурная система вот а это корпус реактора активная зона здесь топлив топливный стержень все контроль вот он теплоноситель поменялся здесь а второй контур пошел и уже только потом через турбины дальше выработка здесь уже проблем с тем что у вас радиоактивные затопы сильно меньше ну грубо говоря практически нет то есть если здесь ничего ломаться не будет считайте что все хорошо более совершенное в плане того что контролировать легче безопасность выше и короче фактически объем меньше всего этого добра кавычка конечно добра а у канального он здоровый занимает большую площадь и в итоге из-за этого ни в какую гермооболочку ничего не поместите и в случае аварии то есть как на чернобыльской выброс произойдет в атмосферу то есть площадь заражения будет очень большая но у него конечно есть и плюсы то есть что бы их строили в самом начале до сих пор успешно эксплуатируется как мы уже посмотрели то есть ничего уж прям там такого и водоводяные по-моему не сразу как с гермооболочкой пошли там замена топлива легко проходит то есть если вода водяной для замены топлива нужно останавливать реактор то есть там как правило почему эти 4 энергоблока там в паре они по-моему один из четырех как правило всегда на обслуживании или ремонте то есть из четырех они ну и почему у них этот коэффициент использования установленной мощности в районе 75% так что вот такое ну основное сейчас это воде водоводяные там за счет того что у вас гермооболочка так дальше чего дальше это у нас реакторы на быстрых нейтронах еще у меня сколько всего пан открыто вкладок ладно пока у меня там пан открыто вкладок и я этот ужас маленько как-то соберу у нас сегодня снова тестирование ура ура так 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 и кодовое слово сегодняшнего теста это замок или замок кому как нравится не важно замок или замок тестирование так же просто там пять вопросов ничего страшного и сложного нет абсолютно поэтому это из разряда просто поднять посещаемость пожалуйста тестирование кодовое слово замок а я пока вкладки маленько почищу оно открыто что Продолжение следует... 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 на материал здорово интересно посмотрим сможем включить или нет после теста про реакторы на быстрых нейтронах а вот из текущего что если коротко вопрос такие что у нас в россии запасы урана с низкой себестоимостью добычину то есть рентабельных мало они остались если брать советский союз в казахстане прочих южных республиках то есть россии не особо чего есть и поэтому вопрос топливом для нас более актуален чем в целом в мире но смотрим вот она кстати добыча урана в мире над старые данные 2003 год еще в канаде много в австралии много в казахстане то есть основное это было в советском связи к казахстан все таки в африке как обычно нами бейнигер узбекистан и казахстан ответь как раз россия он были еще украин украина немножко то есть это было в советском связи много но там основная проблема то что на самом деле выясняет что уранная руда не подорожал почему так это вот чего там добыча урана в разных странах а почему здесь а это потребление урана сша и здесь на больше всего канада немного у нас почему-то небольшой потребление урана оказалось а ну да почему небольшой потому что в атомных электростанций намного больше сша поня когда-то много потребляла на 2005 год динамика добычи на там изменилась короче вот тут как раз хороший вариант мы посмотрим современный доклад на уже смотрели на первых прочитал урановый черный рынок думаю уж какой природные услуг по обогащению фабрикация топлива но то есть здесь на рынок тоже важный момент это то что как это первичные добычи ресурса здесь на потом это все дело над как продать но в плане уже готового продукта то есть обогащение урана до энергетического теорета четыре с половиной до трех до пяти тут россия сша франция и англо-немецкая то есть это фактически в том числе создания такого сырья для топлива назовем так дальше третье это уже непосредственно твела делаем топлива твела мы здесь тоже неплохо очень неплохо себя чувствую и дизайн реакторов это имеется до создания постройка обслуживания там еще политический момент ее это что многие страны где строятся грубо говоря у них ресурс на постройку атомной электростанции даже близко нет и поэтому там ничего делают всякие инвестиции не пойми чем в общем задабривают чтобы делаем построили ну в общем такое здесь у нас эти ввр неплохо себя чувствуют вестинг хаус general electrics и сименс и еще ой у франции сейчас тут написано арева да но у них короче грива ревы проблемы пошли там чего-то у них финансово подзагнули сейчас покажу там какие-то у них попошли на чего-то у них пошло не очень вот видите нв черни компании что там о будущем прекращение вот акционерного соглашения продажи доли каком-то другом там короче кто-то дележка пошла и у них насколько помню вот у франции атомной энергетики франции некоторые проблемы ну и это сложен тоже вопрос в общем вот он в минусах они на шестнадцатый год были в минусах чё говорить про щас когда там в двадцатом году нефти сколько там на 20 долларов упал он трудно сказать чем насколько знаю них похуже дела сильно пошли такая чест проверить о как там он с опросом справились нет может они чуть спросил там отсылка молода правильно дмитрий правильным 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 так сейчас поглядим как с ответами сколько у нас ну все по моему все 37 ответили смотрю чтобы вам тоже было интересней по группам лучше всего больше всего одиннадцатая группа была 30 36 процентов сдающих в итоге вышло аж пять кодовых слов с разного начала буквы с разным ударением но это неважно по поводу по поводу модели ядра если у вас рассматривается как полупрозрачная сфера коэффициенты преломления поглощения и прочее это оптическая модель идет ну то есть как свойство оптической среды поглощения отражения преломления дальше постоянного распада кстати молодцы хорошо я бы сам честно говоря в этом вопросе больше засомневался потому что постоянно распада логарифм двух на период полу распада ну то есть в принципе все близко ну да это вероятность распада в единицу времени прокластерный распад там вылетает частица которая тяжелее железа вот это такое тяжелее железо это тяжелее альфа частиц да по поводу в ядерных реакторах в реакциях не выполняются какие-то законы сохранения тут больше всего неправильных ответов оказалось на самом деле там все эти были правильные ошибочных утверждений нет никто не захотел быть единственным участником группы 1333 а дальше у нас квантовое число изотопический спин молодцы почти все правильно ответить но только про ядерные реакции я думал что на постоянную распада больше народ не ответит а нет про закон сохранения ядерных реакций можете уже пересмотреть там короче говоря и электрические заряды барионные мы в задачах их только в основном проверяли пока а и закон сохранения энергии тоже импульс момент импульс этого вы задачки приносили в том числе то есть это все сохраняется ну че молодцы тридцать день я правда думал что у нас пойдет больший рост ответов а получается что то мы примерно в том же так сказать диапазоне не болтаемся ну чуть-чуть получше в прошлый раз на два ответа было меньше ну ладно понемногу но хотя бы ладно всем спасибо кто поучаствовал в опросе в опросе нашем небольшом я сейчас все ответы больше не принимаются и продолжаем 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 Дмитрий что там за ответы не по предмету надо не плюсами а чем-нибудь таким другим стимулированием но молодец что нашли обычно еще этот пасхалки павел хорошо находит да и лука ну а теперь как раз успеем надеюсь реакторы на быстрых нейтронах ну в общем на мой взгляд интересная тема здесь а стоп тема я недорассказал про рынок урана да то есть как и везде она теперь воспринимает что не только технологии там технологичность что-то процессы и так далее но и важна экономическая составляющая то есть вот почему и мы тут вдруг решили вот видите что россия хочет рынок занимать сильные позиции в атомной энергии а что называется почему нет то есть хорошей технологии стоит хорошо поэтому надо понимать что в случае чего вы не сможете на внутренних ресурсах без притока извнея сами долго идти в закрыто ну то есть это редко кто может ну не доходя до уровня северной кореи какой-нибудь да и то я сомневаюсь что они чисто в одиночку тянут и смысл точно такой же делаешь реакторы в итоге сразу твоя часть рынка как по фабрикации топлива как правило то есть эти страны у них никакой промышленности нет атомные там это ведь Индия начинали Пакистан и короче все обслуживание ваша часто специалисты ваша ну то есть большой источник финансир но главное чтобы им было полезно Китай очень мощно развивается это рынок топлива наверное какого там года не то надо на МАГТ будет зайти посмотреть динамика цен на ура ну то что где выросло ну сомневаюсь там короче идея в том что вот она последняя доклад в самом начале смотрели просто свеженький двадцатый год короче говоря если коротко для добычи еще открытым способом хватит за глаза связано это с тем что с одной стороны потребление несколько упало а во вторых у нас что происходит это у нас андискард это не открытый ресурс ну то есть то что урана много но он проблема распределен в коре ну то есть далеко не везде как и природные ископаемые где-то короче нету и смысл в том что за счет опять же наверное рынка потребление чуть упало по странам атомная энергетика не так бодро развивалась но сейчас может за счет там опять зеленые сообразят что наверное атомную ближе всех можно к зеленой считать в плане того что она хотя бы энергетически эффективна то есть вырабатываем больше чем потребляем по финансам и поэтому может быть чего и пойдет в этом штуке сильно фукусима подкосила позиции атомной энергетики до сих пор как бы такое себе но япония свои вроде как уже запустила не сильно с помпой но запустила и как то может отойдет если все хорошо там не будет никаких опять проблем нефть тоже подкосила несколько позиций то есть атомной энергетики конечно легче ну как любой зеленый впрочем всем альтернативным когда нефть газ дороги но может быть пойдет дальше но суть отчета коротенько тут и по странам хорошая штука на английском все короче говоря введение шахт в эксплуатацию по годам с одной стороны насколько я понял из отчета ну тоже не все разработка не слишком бодро идет потому что спрос не сильно и цена на уран невысока и поэтому короче игровода водяным еще править балл достаточно долго то есть относительно низкая цена все хотят долю рынка продают при этом потребности в топливе в атомной энергетике не такие большие как когда-то наверное думали там в семидесятом году то есть выработка на на аэс по миру сейчас можем найти только не шестнадцатый год я хочу что-нибудь получишь двадцатый хочу лучше все что там там ну это опять российский а да кстати вот российскими смотрите так больше больше маленькая меньше меньше сильно меньше на курской ленинградской вот нововоронежская вели скорее всего энергоблок смоленская тоже ну у нас дела еще ладно мне бы по миру я же поставил мир мир трудмай эм вот оно по что там данным 2015 США плюс Франция плюс но там видите много идет на не вводе новых в эксплуатацию на улучшение старых ну как бы сути не меняется но все таки дальше Франция плюс пять Япония минус сто ну ладно Япония там вернула хорошо мы плюс 15 Китай 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 вот мощно да то есть видите с 17 до 117 Китай почти везде мощно поэтому Южная Корея на самом деле молодцы по атомной энергетике тоже всегда по рабочему тихо Германия плохо отказываются плавно но отказываются Канада хорошо мир в целом по сути говоря за 15 лет стагнация тут не должно вводить в заблуждение что как бы ну там типа стабильно когда эти старые реакторы выработаются может просто быть из разряда не будем делать новое все и на том готово ну вот как вы видите как сложно найти двадцатый год тест газ ну вот кстати РАОЕС России двадцатый год тоже вот вариант да атомные электростанции выросли газ упала доля газ упала и хок уголь вырос вот террас что называется из разряда зеленые энергетики и прочее а у нас уголь растет не только суть у нас поэтому прогноз по мощности аэс мира вот он как раз двадцатый сценарий красненький так называемый низкий что вот они у нас падают выходит ну то есть выходит выводится из эксплуатации это реакторы старые вот оно падение двадцать пятый год или как тут смотреть правильные циферки потом все таки нефть там наверное чем дорожает а начинают их плавненько выводить а потом опять насыщение высокий сценарий уже как вы видите не реализуется даже близко то есть пока идем по низкому даже может быть более низкому чем низкий вот так крым это не то не то это с википедии ну десятый год все кончилось ну на самом деле и вот рост пошел очень бурный семидесятый восьмидесятый восьмидесятый девяностый то есть на восьмидесятый год мало кто помнит это авария 3майл 3майл айланд это в сша но там короче говоря заражение не было вот оно она шла только по пятому уровню то есть получилось у них более менее хорошо активная зона физические барьеры все да большое количество было заражение но все в пределах установки вероятность утечки была но ничего там такого нет то есть как вы видите эта катастрофа не повлияла а вот чернобыльская да вот она хоп резкий рост там еще была как раз тут если посмотреть то цена нефти была небольшой вот аналитику тут далеко не ходить наверно он даст мне тоже графики не а вот пожалуйста вот у нас нефть видите низкая низкая номинальную беру что-то в долларах восьмого года не особо короче говоря вот они в семидесятом году пошел резкий рост нефти вот он и закончился он восемьдесят шестом падение прошло если мы посмотрим на электростанции вот он с задержкой семидесятый девяностый большой рост а потом все кончилось естественно там будет небольшое отставание по изменениям по времени но короче говоря тоже повлияло это шестнадцатый год а где нибудь есть с двадцатым пятнадцатый а это добыча нефти это иран если у доллара завтра что там ладно тоже дурацкий ну вот она цена нефти как раз девяностые и вышел и вышла на насыщение и фокусимы конечно сильно тоже подловила но сейчас с экономическими проблемами опять как бы многие как посмотрели что хотят снова ядерные реакторы но там уже начинает как замыкающийся круг а где где денег на старт взять ну в общем никто уж не подает особо вот такие вот дела и топлива получает что много потребление потребление не выросло как ожидалось производство правда тоже но за счет того что все хотят продать рынок и деньги и так далее проблем с ураном топливом нет ну а теперь возвращаясь к урану на быстром нейтронах и чего вообще изначально почему это все так за него и почему не получилось реакторы на быстрых нейтронах если что у нас основной водоводяной канале они на медленных то есть течение реакции высокой там используется 235 уран он у нас происходит реакция цепная на тепловых нейтронах низких энергий ну то есть грубо говоря из быстрого нейтрона сделать медленный легко и просто берешь и замедляешь замедлитель можно взять вообще воду водоводяных это и делается то есть теплоноситель замедлить ну там графитный неважно замедлить легко короче говоря что проблема проблема в том что 235 урана вроде мало много тоже материала по урану наверное влезть часть я рассказывал часть надеюсь еще будет он открывал но как обычно хочется рассказать все а в итоге не все влазит ну ничего что получится за счет перекрытия с прошлой можно будет часть время а также у нас активная зона но там проблема в том что с одной стороны из хорошего можно использовать как 238 уран которого много так и плутоний которого тоже теперь много то есть это его насколько помню для оружейного делали в основном применение но вели вот эти ограничения наступательного вот этого атомного вооружения в итоге много что называется непрекаянного осталось плутония этого оружейного но он все равно выделяется на реакторах и надо что то с ним делать то есть тут можно его использовать сразу проблема с теплоносителем воду использовать нельзя она замедляет нейтроны поэтому надо использовать что-нибудь другое кстати говоря использовать натрий тоже не очень он тоже заявляется замедлителем и снижает энергию нейтронов что для реактора на быстрых нейтронов не лучшая идея однако реализовать в качестве теплоносителя другие металлы еще сложнее чем натрия и поэтому из промышленно работающих они натриевые реакторы на быстрых нейтронах берется теплоноситель натрий и здесь та же самая примерно схема компоновки то есть у нас в активной зоне можно ее все таки закрыть из первого контура по натрию до теплообменника на выходе переходит на второй контур там тоже натрий используется потом следующий контур там уже вода ну а дальше турбогенератор все короче как надо ну не как надо как было до этого на всех электростанциях хороший вариант это по топливу еще называют бридер потому что данные реакторы еще и сами производят топливо то есть в итоге они по потреблению очень хороши в плане чего в плане того что нарабатывают топливо сами во время работы и в целом можно использовать в качестве топлива то что уже есть и как бы девать некуда а именно плутоний можно потом рассмотреть ториевый цикл которого тоже уже много и в том числе вплоть до использования вот этих вот отвалов когда после обогащения чего осталось когда здесь 35 вывели а объединенный этот тот уран уран и уруду в отвалах его кучей моря поэтому его тоже можно будет использовать то есть как бы с топливом вообще проблем никаких наоборот даже хорошо но есть проблемы ну как ожидаемый теплоноситель натрия само по себе сложно дальше технически сложно очень установка идет давление более высокие требования узлам агрегатам ну то есть то что для канального частично говорили тут еще хуже пошло и история несмотря на то что идеи как обычно ранние то есть 42-й год первые реакторы экспериментальные там в Америке это 1950-е у нас 60-е на 10 лет вставания но в итоге Америка отказалась Франция недавно тоже закрыла короче теперь и того кроме нас никто промышленные реакторы на быстрых нейтронах не эксплуатирует если что изменилось пишите или нашли новость тоже можно в комментариях у нас это называются БН-реакторы БН-600 по-моему БН-800 эксплуатируется единственная страна где эксплуатируются энергетические реакторы на быстрых нейтронах промышленные но вся атомная энергетика зеленая за исключением того что если учитывать время работы да даже время постройки а любой технологический процесс включает в себя постройку введение в эксплуатацию эксплуатацию и выведение эксплуатации ну в общем в целом на самом деле с рекультивацией земель то есть чтобы все дело не загнулось после нас называется и тут у атомной электроэнергии проблемы первое большие вложения изначально как площадку выбрать то сложно на самом деле вопрос безопасности очень высокий то есть надо все это дело в том числе и охранять это тоже дорого по эксплуатации что идет загружается вот топливо за 30 лет службы это средний срок жизни энергоблока у нас идет сейчас 50-60 лет но это вот для старых 6500 тонн природного урана дальше временное хранение топлива и на выходе приходится закапывать 620 тонн урана плутония 6,5 тонн и всякого другого хлам короче говоря много ну то есть 10 процентов 10 процентов разве не знаю может и больше короче говоря кучу всего захоранивать не буду тут отдельно что касается реактора на быстрых нейтронах он как вырабатывает другие элементы и оружейный плутоний и его же может потреблять и перерабатывать еще и вместо того чтобы захоранивать отработку грубо говоря с реакторах на медленных нейтронах он можно использовать как топливо для реактора на быстрых то есть по сути переработка топлива от водоводивных реакторов и в итоге захоранивать придется сильно меньше то есть у нас появляется такая возможность потенциально замкнутого цикла потому что тема с захоронением отходов вообще очень острая многие страны решают ее примитивно продают тем кто это дело принимает добро в том числе мы ну а дальше захоранивать это естественно получать получать сейчас а проблема на обслуживание на 30 лет вперед единственное что только переработку вот этот вот вариант он может помочь вот они реакторы на быстрых нейтронах 600-800-1800 1800 по моему их нету компания топлива это когда у вас замена топлива идет 6 лет выгорание по процентам 15 процентов это неплохо кстати говоря и вот коэффициент использования что там 0.77 да утилизация плутония в год а бн-800 и 600 есть 1800 не помню по моему не эксплуатируется давайте посмотрим да бн-800 есть эксплуатируется насколько знаем да бн-800 есть вот белоярская а 1800 нету ну то есть хороший момент что мы тут впереди планеты всей вопрос насколько это будет слесообразно это трудно предугадать то есть вот хороший момент что мы можем посмотреть развитие атомной энергетики что планировалось одно восьмидесятый год на подъеме а вышло совершенно другое вот такая штука но теперь по поводу проблем основная проблема это огромное количество отходов и то что запасы которые легко добыть подходят к концу а современные топливные циклы посмотрели про замкнуты но постараюсь может быть еще может быть нет посмотрим как пойдет по времени и те же самые вот эти вот отвалы то есть чего с ними делать из разряда обедненный уран активно используется в том числе в тех областях где где и не надо но немножко про безопасность сам по себе уран как топливо естественно радиоактивен отходы так вообще ужас так токсичен уран как и многие радиоактивные затопы они сами по себе токсичны в организме могут поглощаться приводить к разнообразным последствиям в общем такое себе и так это не то не то я хотел просто где его используют объединенные объединенные за счет просто высокой плотности и массы его используют ну ладно сам так скажу его используют у нас в качестве чего-то тяжелого допустим в авиационной промышленности там элементы воздушных судов там что-то где-то типа баланс развесовка сделать вот такое и используют вооружение в качестве брони танков и сердечников бронебойных снарядов плотность большая масса большая в итоге будет при удельном низком объеме а стоимость никакая копейки ну то есть его и так чуть чуть ли не как говорится из отвалов из мусора боль больше уберешь выгоднее дело ну в общем вот такие перспективы не слишком на мой взгляд далеко идущи скорее всего будет вот этот сценарий средний то есть сейчас интерес к атомной энергетике снова вырос в том числе в европейских странах в том числе в тех которые в итоге отказались а потом такие что же делать энергетика то не очень а без энергии вы понятное дело о каком развитии промышленности хоть чего-то может идти речь но высокие вложения стартовые останавливают этот процесс восстановления благодарю за внимание кто смотрел кто делал опросы и до новых встреч счастливо и до новых встреч и до новых встреч Продолжение следует...